Привет тебе! Меня зовут Павел Белинский, и ты на одноименном канале. Принятие решений. Принятие решений – это, безусловно, одно из самых сложных вещей в твоей жизни. И это обстоятельство, в котором ты будешь находиться ни раз, ни два, на протяжении всей своей жизни. Ты будешь принимать те или иные решения. У меня есть небольшая техника, которой я пользуюсь уже очень много лет. О ней я рассказываю своим друзьям, знакомым, товарищам. Вот теперь решил рассказать и вам. Ну, вдруг вам пригодится. Принятие решения или анализ ситуации. В большинстве случаев мы принимаем решения не обдуманно, а зачастую даже импульсивно. Нас выводят из себя люди-манипуляторы, либо люди, которым от вас что-то нужно. Они выводят вас из состояния собственного равновесия. И в этот момент вами очень легко управлять и делать с вами, в принципе, все, что угодно или все, что хочется манипулятору. Первое правило, которое я вам хотел бы предложить. Когда в вашей жизни происходит ситуация, в которой вам нужно принять важное решение, то есть это не купить или не купить майку, не знаю, купить ли печенье или сходить ли погулять или не сходить. Нет, это не серьезно, это можно не беспокоиться. Хотя и к этому тоже может быть применимо. Если вы покупаете квартиру, что-то очень дорогое, либо вы собираетесь куда-то переехать, либо вы хотите что-то изменить в своей жизни кардинально, или что-то сделать с собой, с миром вокруг себя, восприятием и прочее. Первое, что вам нужно сделать, это взять перерыв. Если эта идея пришла к вам в голову, то либо вы к ней пришли, то есть планомерно осмысливая, либо она вас осенила, то есть эта мысль внезапно появилась в вашей голове. В том или ином случае, первое, что вам нужно сделать, это попасть в комфортные, уютные, а желательно вообще благоприятные для себя условия. То есть лучше всего это либо одиночество, либо максимально заполненное помещение людьми. К примеру, для большинства уютные условия являются одиночество. Ты приходишь домой, уединяешься и начинаешь осмысливать. Но я, например, когда пишу сценарий, или пишу что-то, ну или музыку, да, или пытаюсь принять какие-то решения, я, ну раньше до пандемии, я ходил во всякие столовки, Макдональдсы, Бургер Кинги и так далее. В них всегда шумно, и ты прилагаешь усилия для того, чтобы абстрагироваться от происходящего, изолировать себя от этого. Таким образом, ты попадаешь в некий созданный самим собой вакуум, в котором ты можешь спокойно заниматься. И прикол этого вакуума в том, что тебе приходится прилагать усилия для того, чтобы изолировать себя от других. И именно поэтому ты намного больше концентрируешься, ну опять же, это касаемо лично меня, намного больше концентрируешься на происходящем в твоей голове. Дальше. Всегда используй систему сравнений плюсов и минусов. Всегда пытайся понять, насколько эта ситуация будет для тебя выигрышной или проигрышной. Никогда не принимай решение эмоционально. Давай разберемся об одном из самых главных правил. Это задача вопросов. Условно. Ты хочешь купить квартиру? Ты задаешь себе самый важный и самый первый вопрос. Тебе она действительно нужна? И ты начинаешь думать. Мне негде жить. Значит, нужна. Но я снимаю жилье. Но это не очень такое обстоятельство. Но если я возьму ипотеку условно, да, или кредит, то ежемесячный взнос у меня будет 16 тысяч условно плюс 5 тысяч коммуналка. А снимаю ее за 25. Ну, значит, это, в принципе, выгодно. Но могу ли я прожить в данный момент без квартиры? Ну, в принципе, да. Я и так живу. А могу ли я вот этот вот первоначальный взнос потратить с каким-то большим толком? Ну, да. А квартиры, где я покупаю в городе, а я потом смогу ее продать за эти же деньги? Не просто дороже, а хотя бы за эти же деньги. Возможно, нет. Но, может быть, подыскать другу. И так далее, и тому подобное. Чем больше вы будете задавать себе вопросов, тем лучше вы ответите самому себе. И чем лучше вы разберетесь ситуацией для самого себя. Еще раз. Задавайте себе максимально большое количество вопросов. И самые главные вопросы, самые первые – это, мне действительно нужна эта вещь? Или мне я действительно вынужден предпринимать эти усилия? Я действительно нахожусь в безвыгодной ситуации? Действительно все ли так? Во многих ситуациях, на мой взгляд, очень важно просто поспать. Очень круто, когда ты находишься в какой-то безумной ситуации, в сложной, в какой-то ситуации, в которой тебе, на первый взгляд, кажется, что из нее нет выхода. Тебе нужно извлечь из своего организма бесконечное количество адреналина и других химических элементов, которые вгоняют твое тело в ступор, в дрожь, в страх, в надрыв и блокируют твои возможности адекватно мыслить. Поэтому очень хорошо поспать. Когда ты ложишься спать, выделяется, во-первых, расслабляющий гормон, выделяются химические элементы, позволяющие тебе чувствовать себя лучше и более отдохнувшим. Ты проснешься, и пока эта мысль начнет тебя заполнять, вряд ли адреналин так быстро тебя наполнит. И первое время, как только ты проснешься, покушаешь, позавтракаешь, начнешь себя подводить к этой мысли, и ты намного, намного более трезво будешь ее оценивать. Важно, не принимай решения под алкоголем или под какими-то наркотическими средствами и прочего рода веществами, изменяющими и искажающими твое сознание. Зачастую этот выбор в твоей жизни будет, если не последним, то, по крайней мере, хотелось бы, чтобы хотя бы не летальным, но как чаще всего он будет неверным. Может быть неверным в принципе, может быть неверным сейчас, но так или иначе это плохой вариант, потому как в этот момент за тебя будут думать химические элементы, влитые в тебя. Это неправильно. Итак, для того, чтобы принять верное решение, давай подведем итог. Тебе нужно, во-первых, принять комфортное для себя положение и попасть в ситуации, в которой ты будешь максимально расслаблен и сможешь максимально сконцентрироваться. Не важно что, возьми себе какую-то вкусняшку, будь это чаечек, кофеечек, печеньки, неважно, сядь, расслабься и подумай. Оценивай плюсы и минусы на основании задаваемых тобой вопросов. Вопросов должно быть максимально много, настолько, насколько ты в принципе можешь их задать. Задавай их до той степени, даже если они тебе на первый взгляд кажутся абсурдными, чтобы в конце, в конечном итоге, тебе не о чем было у себя спросить. И как только ты задашь их максимально много, ты сам уже будешь понимать ответ на данный вопрос. Третье. Не принимай решения на эмоциях. Обязательно отдохни, а лучше всего ляжь поспать. Пройдет ли час, два, три, а лучше ночь, ты проснешься и тебе намного будет лучше анализировать происходящее. Нет безвыходных ситуаций. Убери моральную сторону и трезво, холодно и расчетливо разложи по корочкам. Задавая себе вопросы. Не принимай решения, находясь в алкогольном, наркотическом и любом другом опьянении или в измененном создании. Любые изменяющие твое сознание вещества не делают твою жизнь лучше в принципе, а уж тем более положительно, на твой выбор не влияет однозначно. Надеюсь, тебе помогли мои советы. Если есть вопросы, задавай их в комментариях, буду рад помочь. На этом все. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Там же оставляй свои комментарии. Если хочешь поддержать меня и канал, все ссылки в описании. Буду рад. Любой копейкой, любым удобным способом для тебя это можно сделать. Также поделись этим видео с друзьями, если вы считаете, что это может им помочь. Удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. А главное, успехов в любых ваших начинаниях. Счастья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!